И я отвечал за все строительство, все строительство отвечал. И детсадик, и школа, и дом, и что в городе строилось. В городе горы с полком ничего, ни гробулечки не построил, ни одного рубля туда не вложил. Все это черная металлургия, и я ее исполнитель, черная металлургия. Мы построили фабрики, две фабрики окомкования в период с 76-го года по 80-й год. Я не знал суббот и воскресенье, как выходных. Я приходил на работу в 7 часов утра, мой шеф-директор в 6 часов. И с работы я уходил в 8, 9, 10 и так дальше. Я вспоминая момент был, мы уже заканчивали монтаж технологического оборудования на фабрике окомкования номер один. У нас как бы шеф-монтажники, присутствовали американские специалисты. На технической линии, которая выпускает Акадыш, там был так называемый возвратно-поступательный конвейер. Он был спроектирован и сделан американцами очень плохо. Мы все удивились, они вообще делают великолепно у них все. Американец говорит, вот так сделайте, будет хорошо. Тот залез, сделал, значит, не получается. Американец говорит, ну вот там сделайте, ну вот там сделайте. Потом вы запустили масло нечистое. Да, о чем вы говорите, вы нам поставили масло, значит, это, и мы не могли. А вот вы при перезагрузке, вы туда где-то неосторожно грязи внесли. Залазят, берут анализ масла и определяют в лаборатории, сколько там этих взвесей, ничего нет. Значит, и вот мы уже были, застопорили все, не знаем уже, что делать. Сидим за столом, возглавляет его заместитель министра, наш главный механик. Послали туда американца и послали туда нашего человека вдвоем разобраться, все ли там сделано так, как в последний раз сказал американец. И это было около часу ночи. Приходят они оттуда, украинцы рассказывают, значит, все мы сделали так, как Рикки сказал. Мы не знаем, что дальше делать. А вот этот вот Сергей Васильевич, главный механик, он вот это выслушал, а механик он тоже великолепный. Не в этом дело. Этот молокосос, он называет Рикки, этот молокосос, он просто издевается над нами, над ними всеми. Мы все славяне у него вот такие-сякие. И я прошу, я больше не хочу его слушать, уберите его отсюда, этого Рикки. Уберите отсюда его. Дают слово Рикки. Все-таки его не выгнали, он не захотел. Нам переводили через одно слово, он не согласен совершенно. Вы все-таки неправильно залили масло, вы неправильно его смонтировали. Там вот это по отметкам, выше или ниже, четко должно быть по микролам. Значит, раскричался. Что у него было в руках? Ручка. Он вытащил и хотел попасть прямо в этого Сергея Васильевича, значит, попадать в стену прямо. Потом еще что-то попалось у него под руками. И вот это все тихо, а заместитель министра вот так вот и смеется. Мол, и тот прав, и тот прав. Здесь надо было всего-навсего сесть и спокойно переговорить с знающим переводчиком. Потому что вот переводчик тоже зависит. Заместитель министра сказал так. До утра, мы приходим сюда в 6 часов утра, там мы должны найти общий язык. Он должен подверг и заработать. И действительно, это сделали, пришли утро, он ко мне заработал. Я счастлив, что я попал в такую работу, на такое предприятие, с такими друзьями. Такое мощное дело делать.